Александр, я знаю, что вы занимаетесь еще семенами нута. Нут – это та культура, которая, честно говоря, одна из моих наиболее любимых культур. Покажите ваши семена. Очень интересно. Да, мы занимаемся нутом много лет и в том числе специализируемся на семеноводстве. Вот наша продукция. Один из мешков, сейчас я открою. Вот нут семенной. Довольно крупный. Это какая фракция? Это третья фракция. Самая крупная, да? Это девять плюс, да. Какой это сорт? Это заховид. А вы выращиваете один сорт? Мы выращивали четыре сорта. Это турецкий зухал, израильский заховид, отечественный триумф, но там модификация есть определенная, очень удачно его, и американский фиерра. Какой лучший из этих сортов себя показывает по урожайности? Ну вот в среднем заховид лучше всего. Какой уровень урожайности в ваших условиях? Максимум, что мы на нем получали 30-20 сантиметров. А средняя урожайность? Зависит от выращивания качества. Ну 20-25 люди получают стабильно. То есть, ну тут надо понимать, что ты защитил его от сорняков, ты защитил его от болезней. То есть в этом случае, в прошлом году была жесточайшая засуха, люди пшеницу вообще не убирали, нут они убрали там 19-20 дней. То есть, он в прошлом году себя показал как лучшая культура, которая держит засуху. То есть, для засушливых районов это отличная боговодство. Какая у вас система защиты от сорняков, от болезней, от родителей? Глифосат весной, глифосат с почвенником после посева, почвенник это тербутилозин плюс мерлин смеси. Это наиболее эффективная схема из существующих. Как бы дальше уже в зависимости от состояния своих полей. Кто-то там использует лентогран, но это очень дорого. И лучше просто иметь чистые поля и лучше лишний раз с осенью глифосатом использовать, чем потом вот по вегетации. И защита фунгицидная обязательная, потому что он болеет в нашей зоне. Если его не защищать, ну будут большие выпадения. Плюс ключевой фактор вот на нуте, вот то, что сэкономит там в отдельные годы до 50% урожайности, это период бутонизации, работа либо бэлтом, либо каррагеном, либо амплиго. По гусенице, потому что на нуте это очень опасно. А что из фунгицидов вы применяете? Ну, типа каназолы, абакусы. Самый эффективный из того, что я знаю – Фокс. То есть, если у тебя потенциал, ну, в этом году серьезный, то есть смысл его использовать. Это защитит очень серьезно. Причем, в этом году был опыт у нашего клиента. Он Фоксом работал даже по растениям уже пораженным, и это их спасло. Хотя обычно это уже не помогает. Поэтому, ну, работает. Интересная культура, да? Да, очень. Но в этом году вы ее не сели? Да, у нас в этом году было переувлажнение влаги, очень холодно. Мы имеем негативный опыт выращивания нутов в таких условиях, и дальнейшие осадки, которые упали, показали, что, ну, он просто вот в таких условиях в нашей зоне плохо завязывается. Поэтому мы решили этот год пропустить, посеяли кукурузу вместо него. Там увидим, что, ну, опять подсушило, будем дальше нутов сеть. Мы убедились на своей прайке, что это действительно так, когда много осадков, по сожалению, тут хуже. А по срокам, вот вы торопитесь сеять его или ждете более теплого периода? Ну, тут эта палка о двух концах. С одной стороны, если ты его посеешь рано, у тебя может быть больший потенциал урожайности. Он лучше ветвится, лучше дает, ну, закладывает, но он, если ты его кинешь в увлажненную почву сильно и будет холодно, он может начать преждевременно болеть. Это проблема. Это раз. Второе, если ты, не имея его, сеешь не на чистом поле, то ты гарантированно в позднем периоде вегетации получишь огромные проблемы с сорняками. Хотя и это решается, там, мощной десекацией. То есть, ну, если сеешь поздно, у тебя меньше проблем с сорняками, с болезнями, он лучше выскакивает, нормально рожается, но может дать меньше рожать. Ну, какие сроки вы у себя сеете? Ну, мы его сеяли и 20 марта, и 10 мая. По-разному, да? Да, то есть, ну, считаем, что… Ну, сильно не спешите, я в любом случае. Считаем, что первая половина апреля – это наиболее, вот для нас оптимальный срок. Конечно, если на органике, то это гораздо позже. Ну, интересная культура, да? Да, культура, она сложная, она не просто интересная, она не простая очень. Это не горох, который потеял и все. Поэтому вот так. Вот этот турецкий нут Zuhal, вот он имеет очень специфичную форму, он белый, как бы, и он пользуется вот такой наибольшим спросом на рынке мировом. Вот за такой всегда очередь стоит. Ну, его сложнее врач. То есть… Ну, как всегда. Как всегда, да. Поэтому, собственно, и очередь стоит, что его не так легко выращивать. Ну, он хороший. Если бы было бы легко, вот здесь бы не стояло. Конечно, конечно.